SCP-08 Чума-зомби Согласно приказу Совета Смотрителей, данный материал засекречен по 4 уровню допуска. Требуется допуск 4 уровня. Объект номер SCP-08 Класс объекта Евклид Особые условия содержания Образцы SCP-08 представляют крайне высокую биологическую опасность 5 уровня и требуют неукоснительного соблюдения всех соответствующих мер. Меры термической и радиационной обработки должны быть применены в случае военных или политических событий, которые могут привести к нарушению целостности комплекса, перебоев питания, отсутствия связи с оперативными или внешними каналами в течение 8 часов. Для оперативников, покидающих объект, карантинный период составляет 4 месяца. Если произошло нарушение, то должны быть применены меры термической и радиационной обработки. Политикой зоны G2 должен быть отказ от эвакуации. Описание. SCP-008 – сложный прион, образцы которого содержатся во всех известных зонах G2. Исследования SCP-008 строго засекречены и в первую очередь направлены на предотвращение исследований, которые могут привести к синтезу SCP-08 в дальнейшем. К особенностям данного приона относятся эффективность заражения 100%, летальность 100%, передается через открытые слизистые оболочки или любую жидкость организма, не передается воздушно-капельным путем и через воду. Признаки заражения SCP-008 проявляются не больше, чем через 3 часа. К ним относятся симптомы, схожие с гриппом, сопровождающиеся высокой температурой, значительное ухудшение умственных функций на более поздних стадиях. Начало комы спустя приблизительно 20 часов после первых признаков заболевания и спустя 12 часов после появления слабоумия. Стадию комы следует считать началом клинической смерти. Начинается период спорадического клеточного некроза, который напоминает гангрену. Выжившие ткани сохраняют свою прежнюю функцию и становятся значительно более устойчивыми. Эритроциты сильно повышают кислородную емкость, что приводит к замедлению тока крови и увеличению выносливости и силы. Нервная и опорно-двигательная система не затрагивается общей полиорганной недостаточностью в течение нескольких часов. В некоторых случаях метаболизм понижается до крайне низкого уровня, что позволяет зараженному выжить более 10 лет без питания. Повышенная вязкость крови приводит к незначительной кровопотере от огнестрельных колотых и резаных ран. Условное и инстинктивное поведение, а также моторно-двигательные функции поражаются. Умственные способности сильно снижаются и становятся неустойчивыми. Животные испытывают сильный некроз головного мозга и становятся неактивными. Субъект может адаптироваться к повреждениям нервной системы, но не может делать ничего сложнее простых действий, таких как сохранение вертикального положения тела, удержание равновесия на двух ногах, ходьба, укусы, захваты и ползания. Субъект будет оживленно двигаться на запахи, звуки и зрительные образы, которые ассоциируются с живыми людьми. Субъект будет пытаться съесть живых людей при физическом контакте. Чтобы нейтрализовать полностью инфицированного субъекта, требуется значительная черепно-мозговая травма. Существует убедительное доказательство того, что SCP-08 не сформировался на Земле естественным образом, так как его разновидности сопоставимые по сложности неизбежно бы внесли дисбаланс в экосистему. В 1959 году, после обнаружения зон G2 с СССР, велись переговоры о дальнейшем поиске этих зон и уничтожении SCP-08. Статус SCP-08 в России после окончания сотрудничества неизвестен. Приложение 08-1. Установлено, что SCP-500 способен полностью вылечить SCP-08 даже на последних стадиях заболевания. Всем привет! В этом видео будет большой перевод из хаба Воскрешения, который претендует на то, чтобы быть основной сюжетной линией фонда SCP. Это первая глава из второй части, где фонд учится применять аномалии вместе с основными MOOC. Проект SCP-08. Последующий отчет по итогам операции извлечен из оригинальных документов. Некоторая часть данных изменена по соображениям безопасности. Копия полной документации доступна в зоне 19 для обзора и архивных целей. Свяжитесь с вашим офисом АПАИП для подробностей. Меморандум для ограниченного распространения. От. R. Sproudling. Командир мобильно-оперативной группы БТ-5. Сиделки. Этот отчет подготовлен в соответствии с директивой АПАИП-417. Параграф 3. Секция 2-7. Основная информация. Место высадки. Детский лагерь Счастливые Акры. Вайоминг. Задействованные оперативники. Командир МОК Рональд Спраудинг БТ-5. SCP-105. Айрис Томпсон. Старший специальный агент Андрея С. Адамс. Продолжительность операции с 6 часов до 18 часов. Всего 12 часов. Суть миссии. Оценить вспышку SCP-08 в полевых условиях. Задача миссии. Организовать передовую базу для операции на месте. Исследовать местность на предмет вспышек SCP-08. По возможности стерилизовать места вспышек. Контекст событий. Детский лагерь Счастливые Акры. Это летний лагерь и ярмарка, управляемый организацией праздников Маршала и Картера. Что находится в Вайоминг. Примыкает к бриллиантовому горному курорту. Это курорт, управляемый Маршал Картер и Дарк Лимитед. Предлагающий приличный летний вариант для детей наших великолепных клиентов. В дополнение к роскошным апартаментам на 200 детей, воспитателям, прочим сотрудникам, курорт включает отдельные туристические тропы. Горный парк для катания на велосипедах, ранчо для катания на лошадях, тир, приспособление для парапланиризма и вертолетную площадку. Курорт также управляет лыжными подъемниками во время зимних месяцев и знаменит качеством своих лыжных трасс, а также роскошными номерами при них. Текст взят напрямую из брошюры детского лагеря «Счастливые Акры», опубликованный Маршал Картер и Дарк Лимитед. Два человека зашли в комнату реанимации в госпитале Вайоминг, неся раненого ребенка. Люди сообщили, что они были воспитателями в лагере детский лагерь «Счастливые Акры» и что ребенок был атакован ночью каким-то животным. Медицинский персонал обнаружил, что у ребенка необычная высокая температура и признаки некроза тканей вокруг раны. Симптомы, похожие на SCP-08. Представители Маршал Картер и Дарк сообщили об инциденте сотрудникам фонда. На данный момент считается, что связь инцидента с Маршал Картер и Дарк Лимитед случайна. Связи между МКИТ и жертвами, а также другими связанными лицами в ходе расследований выявлено не было. Смотрите приложение «Б» для подробностей. Что послужило причиной немедленной мобилизации МОК-БТ-7. Шляпные болванчики. Агенты из МОК-БТ-7 прибыли под историей прикрытия работников Центра контроля эпидемии. Весь персонал, который контактировал с жертвами, поместили на карантин. Пациент 0 помещен в изолированный бокс. Свидетели атаки были допрошены для выяснения деталей. В то же время, другие агенты из МОК-БТ-7 выдвинулись в детский лагерь «Счастливые акры» снова с историей прикрытия работников Центра контроля эпидемии. И начали первичное содержание. Тем не менее, некоторое число детей и взрослых работников отправились в ночной пеший поход. Во время прошедшего дня после полудня и не вернулись. Опаздывая ко времени возвращения уже на 6 часов. Так как оперативники МОК-БТ-7 были недостаточно вооружены, чтобы сдержать вспышку SCP-08, была запрошена поддержка по протоколу, у зверинца разрушен забор. Состав сил. Мобильно-оперативная группа БТ-5. Сиделки. Это МОК размером со взвод, состоящая из 42 оперативников, включая командира мобильно-оперативной группы и исполняющего офицера. Группа состоит из пяти отрядов, пронумерованных от первого по пятый. Во время операции два дополнительных сотрудника, SCP-105 и агент Адамс, были представлены в качестве наблюдателей, что увеличило число участвующих в операции сотрудников до 44. Первоначальная высадка. МОК-БТ-5 были перевезены на место проведения операции в 10 грузовиках, в форменной одежде, организации и прикрытие фонда. Специальный целевой проект. Группа природоохранных и экологических исследований. Командование операции перешло к МОК-БТ-5 в 6 часов. Территория детского лагеря «Счастливые Акры» была использована для развертывания передовой базы «Гренада». Для целей проведения операции МОК-БТ-5 сразу начала готовить базу для использования в операции. Взводы 1 и 5 получили задачу охраны периметра, блокируя все входы в лагерь и устанавливая сенсоры на всех основных направлениях. Взвод 3 выгрузил оборудование из грузовиков и разместил его в зоне отдыха лагеря. Точка А. Это место было выбрано из-за большой площади пола и закрытости пространства. Взвод 4 и 5 получил задачу очистить территорию лагеря, включая жилье персонала и летние домики от оставшихся гражданских. В течение этой зачистки не было найдено ни одного человека извне. Командование развернуло командно-контрольный пункт в коттедже лагеря. Это место было выбрано из-за возможности удобно установить оборудование и закрытости пространства. Вспомогательный персонал также был размещен в командно-контрольном пункте в качестве сторонних наблюдателей. Примерно в 8 часов командование провело визуальное исследование базы и решило, что все приготовления были завершены удовлетворительно. Начало операции. Примерно в 8 часов 30 минут командование провело совещание с каждым командиром группы по поводу плана действий. Были обсуждены стратегии и тактика борьбы с инфекцией SCP-08. Всем командирам было сообщено, что необходимо освежить знания бойцов по поводу существующих процедур. Взводы с 1 по 4 были назначены на выполнение обязанностей по охране, меняясь каждые 4 часа согласно стандартной процедуре. Взвод 5 получил особое задание по проверке маршрута пропавших во время пешего перехода. К этому моменту были утверждены графики дозора и санитарные процедуры безопасности, так же как и протоколы связи и планы действий в непредвиденных обстоятельствах. Обнаружение. В 11 часов 52 минуты взвод 5 сообщил о встрече двух инфицированных SCP-08, позже идентифицированных как два из четырех взрослых сопровождающих, что были с детьми. Зараженные были уничтожены, а тела оставлены для дальнейшей транспортировки. Вскоре после этого взвод 5 сообщил об обнаружении палаточного лагеря в планируемом месте остановки пешей экскурсии. В лагере были три осенне-летние палатки, 20 спальных мешков, место для костра, несколько тростей, ножей, шампуров и других подобных атрибутов. Особое беспокойство вызвало наблюдение, что участники похода скорее всего были утащены из палаточного лагеря с применением силы, а не сожраны на месте. На основании отличий в предполагаемом поведении, зараженные организмы были обозначены как SCP-08-E. Ожидается дальнейшее изучение. Первый контакт. В 12 часов 08 минут из расположения стрелков доложили о некотором числе неизвестных, медленно идущих в сторону передовой базы Гренада, вдоль грунтовой дороги со стороны квадрата Д9, который находился в нескольких километрах от базы. Дальнейшие наблюдения указали на наличие 15 неизвестных, 7 мальчиков, 9 девочек, возможно раненых, никаких признаков пропавших взрослых. Непосредственно после этого начались множественные столкновения с более чем 50 неизвестными вдоль охраняемого периметра. Расхождение с числом предполагаемого противника предупредило командиров МОК о возможном осложнении дела, включая возможность того, что заразились посторонние лица. В ходе дальнейших наблюдений предполагаемое число враждебных сущностей в окрестностях возросло более чем до 200. Ввиду большого количества противника было решено, что взвод 5 не будет пытаться вернуться на передовую базу Гренада. Взводу 5 было приказано найти безопасную позицию и ожидать эвакуацию. Командир МОК проконсультировался с присутствующими наблюдателями, чтобы определить, какую помощь они могут предоставить. Двоим наблюдателям было выдано оружие. Они заняли огневую позицию на крыше станции Рейнджеров и в прилегающем кэмперском домике. Начало боя. В 13 часов 29 минут МОК Бета-7 сообщил, что пациент 0 размножился почкованием. Основываясь на имеющихся данных о средней скорости размножения существ, было предположено, что число враждебных сущностей на местности достигло примерно 1000. В то же время командир оперативных групп объявил сценарий «Забор и неистовый зверь» и запросил немедленную тяжелую поддержку. Вскоре после этого охрана периметра сообщила, что значительное количество враждебных сущностей движется к передовой базе на высокой скорости. Бой начался с использованием стандартной тактики «Рыцарь и лучники», где взводы 1 и 2 обеспечивают плотный огонь с позиции на крышах, а взводы 3 и 4 занимаются обороной, усиленные SCP-105. Имели место два столкновения – в 13 часов 56 минут и в 15 часов 19 минут, в результате чего противник понес значительные потери. Среди своих потерь нет. В 16 часов 6 минут случилось большое нападение, из-за чего пришлось задействовать резерв и отступить на запасную линию обороны. В этот момент МОК «Бета-5» понес свою единственную потерю – агент Лонг сломал щиколотку в результате слишком поспешного отступления. В 17 часов 3 минуты мобильно-оперативная группа «Бета-5» была усилена членами МОК «Ню-7» «Удар молота», которые начали глубокую стерилизацию окружающей местности. Взвод-5 к тому времени был эвакуирован и возвращен на базу «Гренада». Примерно в 18 часов 0 минут «Бета-5» официально передала контроль над местностью МОК «Ню-7» и покинула базу на вертолете. Анализ проведенной операции. Не считая неожиданности от возможности новой вариации SCP-08, операция была идеальным примером превосходной гибкой тактики, которая позволила одержать победу над существенно превосходящим противником. Все члены мобильно-оперативной группы «Бета-5» проявили себя превосходно. В дополнение к этому отчету содержатся индивидуальные похвалы. Командир МОК хотел бы отметить вклад в успех операций двух наблюдателей, в частности SCP-105, чья отличная реакция во время неприятного отступления с первой линии в бою в 16 часов 6 минут позволила оперативной группе безопасно отступить, не неся безвозвратных потерь. Однако мое личное мнение заключается в том, что существующие параметры операции против SCP-08 теперь неадекватны, учитывая возможности измененного организма. Особое беспокойство вызывает... Данные удалены. Перехваченная электронная почта 1 От Эр Спраулинга, руководящего офицера МОК Бета-5 сиделки. Кому? Доктор София Лайт, МОК Альфа-9, последняя надежда. Копия? Доктору Клефу, МОК Лямбда-9, все еще без названия. Тема. Операция «Лагерь Гренада». София. Альта. Давайте сразу проясним одну вещь. Если такая поддержка от Альфа-9 и Лямбда-2 может быть предоставлена только на несколько операций и без официального одобрения смотрителей, мне не терпится действовать, пока они все еще в строю. Так хорошо иметь реальную огневую мощь на нашей стороне. Признаю, что я не знал, что и думать, когда Айрис и Адамс присоединились к нам на местности. С одной стороны, нервная блондинка с фотоаппаратом Полароид на ее тактическом жилете. С другой, смотрите, я понял, что костюм эффективен. Я даже понял, что он полезен. Я видел своими глазами, что он крутой. Но вам надо сделать что-то с дизайном. Она выглядит как будто супергерой из комиксов. Так или иначе, я ввел Айрис и Адамс в курс дела, и мы направились в летний лагерь, если это можно так назвать. Стивенсон нашел их раньше для верховой езды. Там были чертовые единороги в стойлах. У них был даже Wi-Fi в домиках. А на койках были египетские шелковые простыни. Да я видел курортные номера отелей, которые выглядели попроще. Так что мы начали. Определили карту огня. Помогли парням освоиться. Обеспечили охрану периметра. Послали Кима и взвод 5 на поиски туристов. Все стало жестко, когда Ким связался с нами и сказал, что нашел лагерь. Сейчас у меня плохое предчувствие. 8 зомби не утаскивают людей из палаток. Они ломают палатки, да, а затем едят людей на месте. Но вытащить из палаток людей и уточить куда-то, у них на это мозгов не хватит. Есть еще одна вещь, которую не оставили цензоры в официальном отчете. Ким нашел гильзы. 9 миллиметров парабеллум. Никто из тех взрослых, что были с детьми, не владел оружием. Невозможно было определить, насколько они там давно. Но они не могли пробыть там больше нескольких дней. Может это были просто прохожие или браконьеры. Но никто не сообщал о выстрелах. Не считая этого, все было довольно тихо. Айрис провела некоторое время делая снимки. Адамс, похоже, все время спала. Время от времени они приходили ко мне. Тогда я рассказывал, чем я занимаюсь. Давал им советы по поводу тактики и моей философии лидерства. Вот такие штуки. Лок сказал мне, что заметил 50 неизвестных. Некоторые ранены, размером с детей. Это заставило волосы на моей шее зашевелиться. Еще одна вещь, что я знаю, что мы все отметили в отчетах. Всем сказали, что мы ищем людей в районе от 100 до 200. Все гуляют по лесу. И в один момент я понял, что мы в глубоком дерьме. Это произошло, когда Фредди криком сообщил, что ребенок, которого он держал под стражей, вдруг поделился. Как чертов плоские червы или что-то такое. Это все поменяло. Зомби это довольно плохо. Но зомби-клоны? Ебать. Это было как раз, когда я пошел к Адамсу и Айрис попросить помощи. Взвод 5 был полностью отрезан. У них не было возможности прорваться через две сотни зомби. А у меня была дыра в линии обороны. И всего две леди, чтобы ее заткнуть. Адамс предложил взять щит и встать на линии обороны. Айриса отправилась на крышу и взяла роль пехотного снайпера. Мне удалось найти для нее винтовку. Пришлось затыкать Стивенсона. У парня слишком большой рот. И она забралась на крышу. Сразу как одна из групп зомби увидела нас и побежала. Я не знаю, кто, блин, научил эту девочку стрелять. Но она начала отстреливать бегущих прямо в головы. Шуточки и глупые комментарии прекратились прямо сразу, можете быть уверены. Девочка была как метроном. Один выстрел в секунду. Тех, кого она не убивала, она сбивала с ног. Я не думаю, что она промахнулась более чем пару раз, прежде чем толпа достигла стены. Но, если я думал, что Айрис была впечатляющая, Адамс вообще была как чертов супергерой. Смотрите, я знаю, что технически этот костюм это SCP объект. Но, блин, я хочу такой. Черт, я хочу 50. Я хочу раздать это всем в моем отряде. Адамс начала разбрасывать зомби щитом так жестко, что они крутились как волчок и раскидывали несколько зомби позади. Она кончала их из своего пистолета. Поначалу я подумал, что это пустая трата патронов. Но каждый выстрел, что она делала, был чертовым хедшотом. Она замедлилась только, когда кончились патроны, и ей пришлось переключиться на дубинку. Это продолжалось, пока Хардингу не пришла в голову светлая мысль отдать ей все наши магазины с патронами. Слушайте, я не знаю, были ли вы когда-либо атакованы зомби, но это было что-то другое. В отличие от того, что в фильмах показывают, зомби обычно не сбиваются в толпы. Они обычно собираются по два или три, двигаются рывками и устраивают засады. В этот раз они шли плотной волной, и все они были размером с пятиклассников. По нам вдарили дважды. На второй раз, может, были с молотами и дубинками. Если дела в первые две волны были плохи, то третья была чертовым кошмаром. Мы отступали бегом до размеченной огневой точки. Затем Лог сломал чиколотку, перепрыгивая через проклятое дерево, и оказался напротив толпы зомбарей. Мы все понимали, что он умрет. Но еще одна вещь, которую мы поняли... В общем, Адамс вбежала туда, разбивая головы зомби голыми руками. Схватила Лога и закинула его себе на плечо, и начала тащить его обратно. Как раз в то время, когда Кирон нажимал на кнопки подрыва взрывчатки. Но ничего не произошло. Наверное, кто-то перерезал провода или что-то еще. И я понял, что мы в полном дерьме. Затем прозвучал взрыв. Выяснилось, что Айрис оказалась достаточно дальновидной, чтобы сфотографировать место установки взрывчатки. Она смогла взорвать мины своими аномальными руками и спасла всем нам жизни. Так что да, пять звезд. Буду принимать участие в операциях с ними снова. И еще одна вещь, которая не попала в официальный отчет. Я хочу, чтобы вы знали о ней. Я приложил соответствующее извлечение из записей переговоров. Джей. Ким. Командир взвода 5. Эхо. Эхо. Бета 5. Эхо Актуалу. Эр Спраулинг. Командир МОК. Б5 Актуал. Я немного занят, Джонни. Это важно? Эхо. Я думаю, да, сэр. Мы можем перейти в зашифрованный канал? Б5 Актуал. Переключаю на командный контур 3. Эхо. Понял. Переключаю. Эхо Актуалу. Прием. Б5 Актуал. Актуал. Давай, Эхо. Эхо. Ладно, сэр. Тут типа мы думаем, что нашли что-то, что вам надо видеть. Мы переместились в пещеру, чтобы скрыться от дождя, и я вам пошлю проще изображение. Отбой. Актуал. Подтверждаю получение изображения. На что я вообще смотрю, Джонни? Эхо. Ладно, так быстро. Тут был... я назову это коробкой в конце пещеры. Стальной куб, примерно полтора метра стороной. На нем приоткрытая дверца, и там остатки еды. Судя по всему, сырое мясо внутри. Следы когтей на стенах вокруг. Сделал быструю проверку тестом-тампоном, и он подтвердил наличие SCP-08. Отбой. Б-5 Актуал. Оценка. Эхо. Ух, ну я бы сказал, что это выпустили тут намеренно на самом деле. Кто-то намеренно заразил кого-то измененным SCP-08, и выпустил эту штуку вблизи от лагеря. Я не могу предположить, кто и зачем такое сделал. Не понимаю. Отбой. Б-5 Актуал. У меня уже есть несколько вариантов. Ладно, зафиксируйте все, что сможете. Ночь проведите в другом месте. Я не думаю, что штамм более заразен, чем тот, что мы знаем. Но я не хочу рисковать. Как будут детали по поводу эвакуации, я сообщу. Эхо. Принял Актуал. А какая у вас ситуация? Актуал. Тут немножко жестко, но мы держимся. Леди протягивают нам руку помощи. Айрис хороший стрелок. Но Адамса, это что-то иное. Эхо. Принял, сэр. Хорошей охоты. Эхо отбой. Я еще немного порылся в архивных записях, когда мы вернулись. Официально есть только три организации, которые имеют доступ к SCP-08, а также возможности его изменить. Прежде всего, это повстанцы хаоса. Но я бы оценивал вероятность такой возможности, как низкую. Потому что, если бы это были они, мы бы получили какое-то заявление о причинах и мотивациях, которые стоят за этим. Несмотря на их репутацию, повстанцы хаоса, как правило, не делают такие вещи просто так, чтобы кому-то навредить. Обычно у них есть причины, и они ее объявляют. Второе, это глобальная оккультная коалиция. Я бы оценивал такую возможность даже ниже, чем повстанцы хаоса. Это не в их стиле. Может, просто проявление враждебности? Но даже в этом случае, в чем мотивация? Третье, вариант, которого действительно стоит опасаться. Организация номер один с возможностями, оборудованием и мотивацией делать что-то подобное. Это мы. И как же это удобно звучит, не так ли? SCP-08 вырывается на свободу, когда происходит важное голосование по поводу Альфа-9. Когда Айрис и Адамс вдруг оказались задействованы в поле. И так случилось, что они великолепно спасли несколько жизней МОК. Главная девочка-скаут отмечается вместе с простыми бойцами в отличном бою. Если бы кто-то хотел протолкнуть спорный проект типа Альфа-9, это был бы идеальный способ это сделать. Единственная причина, почему я сообщаю это вам, это то, что я уверен, что именно вы не стоите за этим. А если это вы, лучше не давайте мне об этом знать. Иначе, я думаю, каждый отдельный член бета-5 сильно захочет пообщаться с вами. Возможно, используя дубинки и молотки. Что я думаю, что это, скорее всего, кто-то из О5. Тот, кто продвигает Альфа-9. Возможно, решил устроить всё это, чтобы протолкнуть голосование за проект на совете. Я сохраняю молчание по этому поводу, потому что, ну блин, я сам с этим всем согласен. Нам нужен Альфа-9 и лагерь Гренада, даже если это всё было подстроено. Но, возможно, это хорошая идея начать проверять тёмные углы. А то вдруг там человек с ножом готовый ударить в спину. Я помогу вам, а вы поможете мне. Ваш Рон. По скриптам. Клев, серьёзно, сделай что-то по поводу названия группы Лямбда-2. Мне надоело делать всю работу, связанную с Эббот и Кастелло каждый раз, когда кто-то просит синаграммы. По скриптам-2. София. Слышал, как прошло голосование совета по твоему вопросу? Поздравляю с этим. Куплю тебе пиво, как будешь в городе. Перехвачена электронная почта номер 2. От мастера Кринж. Кому? Совет у смотрителей. Тема. SCP-08-E. Пациент-0. Пациент-0 был возвращён в зону-19. Все три экземпляра, оригинал и два клона, были уничтожены огнём. Тела были утилизированы. Сначала погружением в кислоту, а затем сожжены. И, наконец, облочены. Останки переведены в хранилище в ожидании присвоения статуса аномалии для особых условий содержания. Штамм E. Экзосет. SCP-08. Штамм SCP-08, встреченный во время инцидента лагерь Гренада, претерпел некоторые изменения. Во-первых, среднее время, прошедшее между заражением и появлением симптомов, существенно сократилось. Коматозное состояние проявляется теперь через 6 часов после заражения, в то время как в случае с исходным штаммом это происходило через 12. Во-вторых, пока обычные заражённые SCP-08 демонстрируют невозможность к любому действию сложнее ходьбы, стояния, карабканье и кусания, заражённые экзосет штаммом теперь могут бегать, прыгать и ориентироваться в сложной обстановке. Это стало возможным не из-за того, что SCP-08 изменился сам по себе, но из-за того, что в нём присутствуют наномашины, обозначенные как SCP-08 полосатый кит или SCP-08 ПК. На нит полосатый кит, судя по всему, создан, чтобы направлять развитие SCP-08, устанавливая барьеры для проникновения вируса в кору главного мозга и некоторые другие органы. Он также, похоже, ответственен за наиболее страшные мутации штамма экзосет. Заражённые SCP-08 уже давно известны тем, что нападают на людей, а затем поедают их, но результатом заражения обычно также является разрушение пищеварительной системы. Заражённые не получают питания в результате поедания жертв. Полосатый кит не только предотвращает разрушение пищеварительной системы, но и использует поглощённый материал для того, чтобы создать грубую копию тела носителя на основе ДНК, извлечённого из клеток. Когда получено достаточно сырого материала, живот носителя взрывается, освобождая от 1 до 4 копий. Эти существа продолжают искать и потреблять любую растительную или животную материю, быстро вырастая до полного размера, меньше чем за 24 часа. Анализ как приона экзосета, так и на нитополосатый кит показывает, что оба были созданы изначально для работы в симбиозе. Ещё большее беспокойство вызывает открытие, что на нитополосатый кит имеет некоторые общие черты с ныне нейтрализованным SCP, ответственным за смерть и трансформацию агента Адриана Эндрю. Смотрите архивные данные SCP-784-архив, итерация 6. Предположения и проблемы безопасности, выявленные инцидентом лагерь Гренада. Существование на нитополосатый кит сокращает число возможных точек его происхождения до одной, самого фонда SCP. Только у нас есть доступ к SCP-784-архивному. В дальнейшем анализ журналов содержания и доступа показывает, что есть расхождение между материалом, из которого уничтоженный SCP-784-архивный сделан, и тем, что вернулось на содержание за последние 10 лет. Примерно 10 грамм наноматериала отсутствует, что более чем достаточно, чтобы создать самовоспроизводящийся материал SCP-784-архивный. По этой причине я рекомендую провести полный аудит проектов уровня смотрителей немедленно. Какая бы группа ни была ответственна за тайное создание SCP-08-E, она должна быть раскрыта. А причины такого поступка должны стать известны нам. Передано совету смотрителей для изучения мастером Кринж. От. Совет осмотрителей. Кому? Мастеру Кринж. Тема SCP-08-E. Ваши размышления принято и изучаются. Вся информация в отношении SCP-08-E отныне засекречена уровнем допуска 5 и кодовой фразой «Землетрясение забора Уитера». Всему персоналу, которому известно о существовании SCP-08-ПК полосатый кит, должен быть назначен амнезиак. Все экземпляры экзосета и полосатого кита должны храниться в согласном процедуре 397-соброса. После выполнения этих указаний, вы должны вернуться к наблюдению за объектами Реш, Самих и Гиммель до последующих указаний. О-5-8. Электронная почта 3. От. Главный агент Адрея С. Адамс. Мобильно-оперативная группа Лямбда-2. Кому? Доктор Альта Клев. Мобильно-оперативная группа Лямбда-2. Тема. Операция «Лагерь Гренада». Эффективность костюма была удовлетворительна, но я бы хотел связаться с разработчиками по поводу некоторых предложений. SCP-105 показала себя хорошо. Кроме этого, больше нечего сообщить интересного. Абрамс. Всем, кого это касается. Дорогой сэр или мадам, маршал Картр и Дарк крайне сожалеет о безвременной утрате ваших детей в ходе последних событий в детском лагере «Счастливые акры». Потеря любимых – это всегда испытание, даже если это не неожиданность. Но куда тяжелее это переносится, когда родные уходят так рано. Мы приносим наши искренние соболезнования и глубочайше сочувствуем вашей потери. Пусть реки сочувствия, знаки внимания от друзей и незнакомцев и удовлетворение от знания того, что вы не одни в печали, помогут пройти через этот трудный этап. В качестве доброго жеста мы возвращаем все деньги, которые вы отправили за пребывание в нашем бриллиантовом горном курорте в виде подарочного сертификата для наших магазинов. Будьте уверены, что маршал Картр и Дарк приложат все усилия, чтобы найти всех ответственных. Сразу, когда они будут найдены и пойманы, все доходы от распродажи их имущества за вычетом расходов, понесенных во время операции поиска, будут использованы для компенсации ваших расходов. Вы, конечно же, будете приглашены, чтобы увидеть аукцион и последующие события, которые произойдут, когда покупатели используют свои покупки. Искренне ваш С. Маршал из Маршал Картр и Дарк Лимитед.